Всем добрый вечер уже, наверное, день начался друг с другом и, собственно, имя и заканчивается. Мы представляем группу культуры предпринимательства и, собственно, пару фраз о том, что такое, в принципе, культура предпринимательства, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Сейчас слайды появятся. Презентации чего-то у нас здесь нет, хотя мы ее перекачиваем. А он культуры предпринимательства. Это бордовский файл, мы заморочились в презентации, но да бог с ним. Значит, культура предпринимательства – это определенная сложившаяся совокупность принципов, приемов, методов осуществления предпринимательской деятельности субъектами в соответствии с НПА, нормативно-правовыми акциями, обычными делового оборота, нравственно-культурными вострениями и так далее, с целью проведения, осуществления цивилизованного бизнеса. Когда мы приступили к изучению этой темы, мы узнали, что у нас очень много правоприменителей, очень много людей из бизнеса в нашей группе из трех-четырех человек. И мы увидели следующие проблемы. Первое – это отсутствие желания развиваться и расти в своей сфере. Второе – это риски. Плюс отсутствие финансовой подушки у предпринимателей и неготовность предпринимателей к рискам. На наш взгляд, отсутствие культуры как сформированной концепции позиций на предприятии и слабость предпринимательских традиций выводит прибыль как моноприоритет в осуществлении предпринимательской деятельности. И мы вот во всем этом видим совокупные проблемы, для решения которых мы положили некоторые основополагающие цели нашей группы, в которые, кстати, мы предлагаем вам всем присоединиться для того, чтобы достичь лучшего результата в будущем. Итак, первая цель – это объединение как партнерство, предпринимательские объединения. Вторая – это модернизация бизнес-инфраструктуры для упрощения и удешевления транзакций, создание понятной и доступной среды для предпринимателей, развитие традиций предпринимательской преемственности, передача опыта в отрастающем поколении и восстановление традиций культуры предпринимательства, личностное и командное развитие. Мы затрагиваем здесь, на наш взгляд, абсолютно все линзы, которые только возможны, в том числе поставленные перед всеми группами, и отсюда формируем миссию группы. Это преображение человека, пространства и деловой среды, ответственность, сотрудничество и самореализацию. В рамках этих фундаментальных целей мы личностные свои все планы внесли в эту таблицу, вы сможете с ней ознакомиться, конечно, чуть попозже. Видим основными целями – это развитие кооперации между предпринимателями различных областей, и среднее, и малое, и крупное предпринимательство, индивидуальное предпринимательство, и также образовательную функцию. Образовательную функцию вплоть до формирования школы. Сейчас мой коллега немножко обозначит цели до 2035 года, образ будущего. И вы увидите, что мы планируем обозрить определенную школу, которую назовем ВВП, сокращенно. Это вместе вежливо и предприимчиво, которая, собственно, и будет продвигать идеи культуры предпринимательства на всех уровнях, начиная от школ, институтов, ну и так далее, во все сферы бизнес-структуры, которые мы планируем внедрить в культуру предпринимательства. Сейчас мой коллега немножечко вам расскажет об их линиях. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Еще раз говорили день, но по вечеру уже. Если позволите, я отсюда, не просто удобно. Итак, образ будущего. 2035 год. Как мы видим, что будет происходить у нас с культурой предпринимательства. Россия отмечает десятую годовщину введения в кодекс культуры предпринимательства. Кодекс культуры предпринимательства дополнен новым разделом культуры совершения сделок по торговле космическими ресурсами. Потому что мы рассчитываем, что мы будем активно осваивать космос. Культура предпринимательства введена в школьную программу старших классов Школы России. Во всех регионах Российской Федерации созданы центры развития и обучения предпринимателей. Предприниматели обучаются как дистанционно, так и очно. Принимают миссию, принципы. После чего им открывается доступ к приложению «Открытый диалог предприниматель-предпринимателю». Где у него открываются возможности стажировки, пройти путь развития бизнеса на модели сельских территорий. И принимается шерство над селом, берут крупные компании. Благодаря массовому переходу малого и среднего предпринимательства на механизмы самоуправления происходит экспоненциальный рост предпринимательской активности. В доверительных местных объединениях, где предприниматели устанавливают правила взаимодействия самостоятельно, они полностью свободны, но должны быть открыты друг к другу. Таким образом мы предлагаем реализовать принцип «Льгота за открытость». Введена новая учетная единица расчетов «Доброе имя предпринимателя», то есть реализация концепции экономики заслуг социально-предпринимательской кооперации. За счет этого в объединениях высокая эффективность бизнеса на взаимопотреблении не происходит, поскольку риск исключения превышает все ее минутные выгоды. Объединения принимают на себя повышенные социальные обязательства, заключая с населением местные общественные договоры на местном, соответственно, уровне. Теперь субъектным отношением к государству, монополиями, крупным бизнесом, крупными банками и инвесторами выступают объединения, а не отдельные предприниматели. Вводится беспроцентное кредитование социального предпринимательства. В 2035 году создан 70-й кооперативный земельно-территориальный банк, поддерживающий определенные территориальные и местные сообщества. Страна отмечает седьмую годовщину с даты ликвидации последнего коллекторского агентства. Сформировано региональное объединение второго уровня и федеральное третьего, то есть объединение-объединение, регулируемое регионами и федеральным центром, соответственно. Кодекс культуры предпринимательства дополнен... Да, уже это было. При правительстве РФ создан комитет по культуре предпринимательства. Воссозданы предпринимательские купеческие гильдии. Третья пятилетка развития культуры предпринимательства завершена в соответствии с планом. Общий экономический рост в России за три пятилетки составил 1200%. Экология улучшается. Полностью устранены мусорные острова, в океанах, в морях. Значительно очищена акватория и рек. На всех уровнях согласовано введение этой ответственности предпринимательства. Россия принимает 15-й международный форум культуры предпринимателей. Прошла встреча мирового кооперативного сообщества в пяти крупнейших городах мира. В России, естественно. Принято решение по тысячам направлениям экономического развития. Заключены договоры на 8 триллионов условных учетных единиц. Спасибо. Также мы разработали дорожную карту, но мы достаточно долго уже читаем. Я думаю, мы сейчас не будем ее внимательно зачитывать, а просто пробежим по основным принципиальным моментам. Что мы предлагаем на уровне власти? В первую очередь, это разработка и принятие того кодекса культуры предпринимательства, о котором мы говорили, и внесение поправок в ранее действующие редакции Налогового кодекса и Гражданского кодекса Российской Федерации с целью максимальной поддержки частной инициативы частного предпринимательства. Соответственно, необходима реформа системно-регулирования сектора малого и среднего предпринимательства. Особо, знаете, хотел бы, да, ну, непосредственно по самому предпринимательству основным механизмам, как вы, наверное, поняли, да, мы предполагаем создание предпринимательских объединений с наделением функций, функциями регулирования в частности. И особенно хотели на теме образования, да, потому что все-таки именно образование должно формировать, воспитывать, да, культуру предпринимательства. И здесь вот у нас в нашей группе возникло интересное предложение о создании этой школы в месте вежливого предприимчивого, сокращенного аббревиатура ВВП. И, в общем, вот здесь мы... И также мы предполагаем внесение изучения предмета культуры предпринимательства в школьные программы. Так, ну и также, безусловно, мы предлагаем набор решений по IT-сервисам по сопровождению предпринимательства. Это платформа по разным видам деятельности, крупные отраслевые платформы, переход на сетевые структуры и децентрализация управления предпринимательством. Ну, самоуправление, естественно, не имея здесь в виду. Так, что касается линз, что касается линз, да. Мы видим основные пересечения и соприкосновения на уровнях линз экономической, политической, культурной, мировоззренческой и линзы норм. Распределение вот здесь записано. То есть вы не успели сделать сообщения из образа будущего в каждой группе, да? В завтрашнем? Да, да. А когда сделаете? Ну, это вы участники завтра будут на группах, соответственно. А как же, они должны уже разойтись в группы с этими сообщениями? Они разойтись в сообщениях. Ага. То есть, а вы уже определили, кто куда пойдет? Да, да, вот здесь все у нас записано. А и кто куда пойдет? У вас кто конкретно интересует? Меня интересует, как группа повлияет завтра на группу по линзу. Есть.